Всем привет, это новый влог. Сегодня пасмурно в Краснодаре, но вот Наташа у меня стоит сейчас на столе, я ее убрала с подоконника, мне кажется, я знаю, она не любит переезды, но такое солнце, мне кажется, оно крайне негативно на нее влияет, и она и сейчас такая, не сильно бодренькая, да, вы видите, она как-то повесила эти свои листики, но поверьте, это лучше, чем то, что было. Вот, циричка, малыш, малыш, тити-бозик, ты зевает, какой ребенок, замечательный ребенок, кто-таки кусал меня сегодня, а? Кто за руки меня кусал сегодня? Я хочу вам показать, да, порода специфическая, и не все готовы к тому, боже, посмотрите, у нее как будто рука человеческая, ну это же просто невозможно. Не все готовы к тому, и нога красивая, и ногу показала, ну молодец, не все готовы к тому, как эта кошка себя ведет с точки зрения обдирания различных предметов интерьера. Я вам сейчас покажу, у меня все стулья, на них надеты чехлы из фикс прайса, и эти чехлы мы меняем очень часто, потому что вот такие дырки образовываются. Это запрыгивает кошка лапами и сидит здесь. Сейчас я сниму чехол, чтобы вы понимали, что мы под этими чехлами прячем. Сразу скажу, до появления вот этого чудесного создания в нашей семье, стулья были в порядке, чехлы мы не надевали. Так, ну уже, да, понятно примерно. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну вот так, я думаю, я могу не снимать полностью. То есть не все могут быть к этому готовы, также шторы и даже бетонная стена. Я не знаю, как Цирилла по ней залезает, у меня на балконе там стена. Цирилла по ней залезает, как Человек-паук. Вот, и тоже эту стену она мне подрала бетонную. Такое у меня чудесное создание. Нужно знать об этом. При том, что когтеточек у Цириллы... Нет, 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 нет! Нет. Когтеточек у Цириллы полно. Ну, то есть ребенок не лишен. Чтобы вы понимали. Вот такие дела. Но я вам хотела вообще про другое рассказать. Хотя, когда я ее вижу, я не могу говорить не про что-то другое. Я влюблена в свою котейку. Давай, будем с тобой вдвоем в кадре. Нет? Ну ладно. Так вот, у меня протек чайник электрический. Я всегда этого боялась. Я взяла чайник, а у меня на вот этой подставке, да, которая в розетку включается, вода. И у меня был ужас. Вообще первобытный ужас, потому что у меня в голове электричество плюс вода. Все очень плохо. И, значит, Вероника уехала, Илья в командировке, я в ужасе. Мне нужен новый чайник. Почему нужен чайник? Потому что нужно кипятить воду. У меня нет горячей воды уже больше двух недель. И нужно кипятить воду, чтобы как-то мыться. И я говорю, ну выбери чайник. Закажи себе чайник, и не будет проблем. И я думаю, да, я взрослая. Я что, не могу заказать себе чайник? И что вы думаете? Я заказала чайник. Это стоило мне таких нервов. Я, оказывается, бешусь от этого выбора. То есть у меня выбора настолько много, что меня он раздражает. Пришла еще одна. Смотрите, наша девочка. Ну куда ты? Ладно. Нота не очень, да, контактная. Ну она никогда особо не отличалась. Так вот. Я выбираю чайник по рейтингу, по отзывам. И когда я уже нажимаю там оплатить, выбрать, мне пишут, что это невозвратный товар. После того, как вы его забираете с пункта выдачи, вы его не можете вернуть. Я такая, подождите. То есть на пункте выдачи я воду кипятить не буду. Как я проверю, что чайник рабочий? А вернуть я его не смогу. Короче, я начала злиться. И думаю, ладно, закажу такой же чайник у другого продавца. Может быть это... Но нет. Любой вот чайник, который я выбирала, после оплаты появлялась вот эта плашечка, что он невозвратный. Так, в итоге я выбрала чайник и решила, что... Ну давай, давай, подни. Реально по отвесной стене забирается. Я не знаю, как она это делает. Это кошка-скалолаз. И штора-дер. Смотрите, что она делает. Цири, а что со шторой? Можно узнать? Оставь ниточки в покое. Уже погрызла половину. Так вот, я решила, что я проверю просто, работает ли индикатор световой при включении на пункте выдачи. Понятное дело, что нельзя долго его держать, буквально несколько секунд. И я выбрала чайник. Это стоило мне таких усилий. Причем я же не претендовала там на смег или да, что-то такое. Просто хотела электрический чайник. И я сейчас покажу, что я выбрала. Он просто дико странный. Он странный именно по... Ну, вы сейчас поймете. И как вы выбираете технику? Вы доверяете это мужчинам? Или сами? А если сами, то как? Я понимаю, что чайник это не какая-то высокотехнологичная техника. Но тем не менее, я прям бесилась. Пока мне нужно было этим заниматься. Сейчас я вам его покажу. Видите, моя девочка. Видите, присела. Видите, ноточка. Нота. Нота хорошая. Они с Цири дружат. Они играют. Они, когда прохладно, греются друг об дружку. Нота вылизывает. Нота прям такая мама для Цири. Ну, или, не знаю, старшая сестра. Что-то такое. Да? Вот сейчас, смотрите, прикоснусь, и она уйдет. Не любит. Вообще не любит. Ну, ладно. Ее права. Так, чайник. Смотрим чайник. Так, сейчас как бы вам его сфокусировать. Я выбрала Полярис. Хотела другой, но в итоге Полярис. Что меня здесь смутило? Ну, обычный электрический чайник, да, клаците, тут все загорается. Суть в другом. У него супер странная крышка. Крышка, как обычно на всех чайниках, да, нажимаете, она там открывается. Здесь не такая схема. Здесь схема обратная. Смотрите. То есть нет никакого механизма, ничего. И хоть бы кто в отзывах об этом написал. Да, вы скажете, ничего страшного, Ксюш. Но я уверена, что я уроню, потеряю. То есть отдельно от чайника эта крышка, если лежит, мне кажется, это опасно. Просто резинкой нужно вот так вот впихивать ее на место, чтобы закрыть чайник. Дальше. Здесь есть вот такое технологическое отверстие. Я думала, что это для заливки воды. Но нет. Написано ни в коем случае не совать сюда кран. Тогда нахрена нам этот клапан? Мне непонятно. То есть в целом чайник меня устраивает. Но эта история с крышкой, но она мне просто непонятна. Я хочу вам показать мои ростки. Их уже три. То есть видно ли вам? Да, видно. Вот этот пошел в рост только после того, как я его прикопала. Хотя в инструкции было написано, разложить семена наверх грунта, не закапывать. Но в итоге проросли только те, что были закопаны. Я те, которые понаходила, молюськи, я их тоже так чуть-чуть прикопала. Вот. Так что тут у меня дело пошло. Ну, уже три, уже не так обидно. Мама сказала, что пойдет в магазин цветочный, купит мне эти лютопсы, чтобы я не мучилась. Ладно, потом теплицу сделаю. Вот. Здесь ничего у меня не повсходило, нечего вам показывать. Вообще ощущение, что я не делаю там ничего. Я была в золотом яблоке. Покупала там не только себе, вот, что-то там маме, что-то меня просили приобрести. И вот покажу вам, что я купила себе. И покажу вам косметичку, потому что при покупке от 10 тысяч они дарят косметичку. Где-то я видела, что дарят конверт с пробниками. Но это вообще грустно. Значит, что у меня здесь? Я купила себе зеленский розен аромат. И знаете, это апельсин, жасмин. Просто апельсин, жасмин. Там еще есть ваниль в составе, но почему-то сейчас не пишут. Просто пишут апельсин, жасмин. Такой малыш. 2,200 он стоит. Очень захотела. Взяла. И вы знаете, я его пшикнула на себя. Какое счастье. Я так по нему соскучилась. Я прям не могла надышаться. Estee Lauder, да, Балвэ, тон, с которым я играю все спектакли. 1N2 и Крю, у меня оттенок. Взяла. Если вы слышите звуки какие-то странные на заднем фоне, эта кошка дерет какие-то мои вещи на балконе. Но этот процесс никак не остановить, только смириться. Взяла тон. Он стоил всего 3,000. Ну, кто знает на него цену, обычно она значительно дороже. И взяла вот такой гельтек. Гель для дезинкрустации. Это гель для холодного распаривания кожи. То есть подготавливает кожу ко всем видам чистки. У меня с лицом что-то страшное происходит. Нос, крылья носа, по бокам от носа. Область прям такая, сантиметра по 3,5 в каждую сторону. Вообще жесть. Просто жесть. Я такого не помню. Наверное, только когда я лежала в этом, в роддоме долго и не ухаживала за кожей. Вот у меня было что-то примерно схожее. Подбородок ужасный. И у меня подбородок, вы знаете, у меня там купероз. Мне нельзя распаривать кожу горячим ничем. И вот я хочу попробовать холодную вот эту вот процедуру распаривания кожи. А потом я ее очищу, потому что то, что сейчас происходит, это неприлично. Но мы здесь собрались ради вот этого. Когда я увидела вот такой пакетик, думаю, вау, это чтобы никто не вскрыл мою лапочку. Но нет, оказывается, он просто вот так открывается. То есть это зип-пакет. Это никакой тут защиты не предусмотрено. Так, давай, доставайся. Посмотрим, что там внутри. Косметичка, слава богу. Хотя бы не этот конверт с пробниками. Но давайте смотреть наполнение. Первое, что попадается, Байреда, это тюльпан. Очень популярный аромат. Мама моя сказала, что пахнет мылом. Мне пахнет красными тюльпанами вот этими, самыми обычными. Не могу сказать, что фантастический запах. Ну, цветочный, разумеется. От бренда Деоника. Вот такой гель для душа мужской, Саше. Лайм и Амбра. Чудесно. Это мы любим. Так, от бренда Дюкрей. Экстра мягкий, деликатный шампунь для волос. Так, для детей, взрослых, младенцев. Ну, короче, какой-то там защитный шампунь для частого применения. Ну, посмотрим. Я не знаю. Я вот... Я шампуни Саше не понимаю. Вот, я не могу распробовать. Ладно. Дальше. От мастерской Олеси Мустаевой. Крем номер 8 для век. 15 грамм. Большой достаточно. Способствует увеличению увлажненности. Подходит в качестве основы под макияж. В качестве основы под макияж очень сомневаюсь. Вот такой. Малыш. Ну, что ж. Я, честно говоря, к бренду мастерской Олеси Мустаевой отношусь очень-очень скептически. У меня какие-то ассоциации. Но это может быть только моё. Вдруг я влюблюсь. Но в любом случае в пустых банках расскажу вам. Так. Ставим ещё одну баночку. Дальше. От Овен. Гиалуроновый крем. Дневной восстанавливающий неоцинамид и гиалуроновая кислота. Ну, это получше история. Дальше. Самая великолепная из всего этого набора. Вот такая расческа. При том, что я видела, что некоторым людям попадаются карты, предсказывающие, как пройдёт день. И такие вот форматы игральных карт. Там вытягиваешь, как пройдёт твой день. Ну, великолепно. Нам, нам, мне досталась вот такая расческа. Причём, прикольно удобная вот эта сумочка. Здесь есть карабинчик. И я уже примерила. Оказывается, сюда идеально входят солнечные очки. Я солнечные очки ношу в мешочках. Это не сказать, что сильно удобно. Поэтому я хочу попробовать вот такую сумочку. То есть, сумочка меня прям интересует. Значит, расческа гребень для любого типа волос. Не травмирует волосы, легко распутывает непослушные локоны. Ну, это самая обычная пластиковая расческа. Ну, наверное, что-то можно и распределять. Можно найти применение. О, вот это, конечно, да. Биака, которую я не люблю. Фоми, гель для душа, Монграсс. Они везде его пихают. Это зло. Не люблю их. Не нравится мне. Претензии вообще к этому бренду. Дарлинг. Это от морщин патчи. С аргинином, алантаином, неоцинамидом. Вот такие чудесные патчи для глаз со смягчающим эффектом. Ну, то есть, здесь на один раз два патча. Налепили, походили. Все. Вы великолепны. Ну, сама косметичка, разумеется, нам остается. И еще вот от бренда Около. Бренд недешевый, кстати. Хотя вот, да, Около написано. И мы все думаем, что это русский бренд. Но он не русский, я так понимаю. Сейчас, организация, принимающая претензии, импортер. Так, сейчас, изготовитель. Не могу прочитать. Корея. Вот. Я думала, если честно, что-то, господи, европейское. Вот такая масочка с соевыми бобами, которая обещает нам лифтинг, увлажнение. Ну, короче, все как обычно. Но единственное, что я не понимаю, почему она была согнута. И здесь вроде как нет разделения двух частей. Но при этом, если там на просвет ее смотреть, вроде как разное содержимое в двух масках. Не знаю, разберусь потом. Ну, вот, собственно, вот такое было содержимое этой косметички. Стоит ли за нее бороться? Ну, однозначно нет. Но если у вас и так запланированы были покупки. Вот я сегодня видела, что девчонки на 10 тысяч покупали бритвенных станков. Наверное, на всю общагу набирали. Не знаю. Ну, наверное, что? С бритвенными станками ничего не случится, не испортится. Там зубная паста тоже. Как вот мой стиллаудер, да? Он мне в любом случае нужен. Ну, короче, не знаю. Думайте сами, решайте сами. Меня немножко так успокаивает, радует то, что кому-то достался конверт с вот такими, вот такими, эти, саше. Ну, это прям совсем смешно. Вот так. Если вы покупали и знаете, что там у вас в городе выдавали в качестве подарков, напишите обязательно в комментариях. Почитаю, потому что любопытно. И я вам хочу показать кольцо. Я в каком-то эфире его показала, что я его заказывала. Но вот оно пришло ко мне, и я должна с вами поделиться. Во-первых, я заказывала 17 размер. И у меня пальцы маленькие, ну, вот у меня, типа, безымянные, 16. И оно на мне прям впритык. Прям впритык. То есть, мне кажется, что производитель колец немного дурит нас размерной сеткой. Ну, представьте, если на 17 кольцах забирать по одному размеру, то можно склеить новое кольцо, да? Ну, не тратить серебро на это. Сейчас я вам покажу это колечко поближе. В чем здесь прикол? Это обычное серебряное кольцо с четырьмя камушками. Мне очень это показалось похожим на перчатку Таноса с камнями бесконечности. Но здесь зеленый, голубой, красный и снова зеленый камень. Скажите, что им мешало сделать, например, фиолетовый камень? Ну, хотя рядом с красным некрасиво было бы. Но, например, желтый камень. Но не два зеленых. Причем, когда я начала смотреть такие же кольца, подобные у других продавцов, там два красных камня. То есть, нет колец, где все камни разные. И, на мой взгляд, это колоссальное упущение. При том, что, да, у Таноса было шесть камней. То есть, на каждом пальчике и еще вот на тыльной стороне ладони. Вот, здесь вот так. Но, если вы вдруг будете такое кольцо себе заказывать, имейте в виду, оно жестко маломерит. Никто это не написал в отзывах. Ну, ничего особенного. Просто оно мне понравилось. Я его решила... Свет скачет, не могу вам показать. Короче, решила заказать вот такую лопатусю. Ну, и по традиции, давайте еще раз смотрим мои посевы. Что здесь? Здесь ничего. Вообще ничего не происходит, никакого движения. И такой здесь грязный грунт какой-то с палками, ветками. Ну, да бог с ним. Здесь ситуация у нас поинтереснее. Давайте рассмотрим внимательно. После того, как я прикопала семена, третий литопс, вот он, стал расти. Причем он стал расти, и он теперь самый крупный из всех. Как это случилось, непонятно. Вот этот литопс средний. Я вернулась, не помню, где я была, ну, типа, может быть, в Айлберсе. Вот этот был выкопан. То есть, какая-то кошка лапкой сюда влезла, и мне пришлось его перекопать обратно. И мне кажется, что ему плохо, что он вот, что-то с ним, ну, как-то ему дискомфортно. Потому что он так в бок завален, мне это не нравится. Вот. Дальше. Ай! Сейчас буду его откапывать. Дальше. Вот этот литопс на длинной ножке. Ну, мне сказали, что литопсы не должны вытягиваться в длину. Вот они такие должны быть, как вот этот, то есть в ширину. Ну, время дадим им, посмотрим. Вообще, три недели дают на всходы. Посмотрим. Я их посадила 8 июля. Будем ждать. Продолжение следует... Продолжение следует...